Всем привет, друзья! С вами Харди и мы продолжаем самую сложную, самую суровую, серьезную выживалку на Android и iOS. Это, конечно же, GrimSoul. И куда мы отправимся? Мы с тобой в этом ролике отправимся в подземелье. Ну, не во все подземелья, а как новички. Ну, как будто новички, да? Значит, когда ты новичок, тебе доступен только первый этаж подземелья. Не знаю по поводу героиков, оставляйте свои комментарии. Новичкам доступен героик первый этаж на героическом? Без понятия. Но вот как раньше было, когда отсутствовали героики, только первый этаж. Как получить доступ к подземелю? Тебе нужен ключ подземелья отрекшуся. Посмотри буквально прошлый ролик. Это привратник. Привратник с определенного левела дается. Не знаю точно, 25-й вроде бы. Выбивается, значит, путь к хижине привратника на любой локации. Один раз открываешь к нему путь, и он навсегда будет на карте. Его убиваешь, получаешь ключик. Раз в сутки его можно убивать. Этот ключ открывает путь к подземелью. Изначально тебе дается только первый этаж. Когда ты, значит, выбьешь рецепт пыточного стула, вот этого шикарного, соберешь этот пыточный стул, тебе, значит, откроется возможность ловить вот этого мужчину. Ловится он в локации три черепа, каменная и деревянная. Я тебе рекомендую идти в деревянную локацию, в лес. Там его чаще встречаешь. Как его приручать? Его приручать с помощью вот таких свитков контроля. Свиток контроля. Пофигу, любой левел, любой. Но вот эти вот, они падают вообще во всех ивентах, они могут тебе выпасть. То есть, ивенты на карте, которые временные появляются. Но в подземелье они тоже даются. Вот, приручаешь его, да, и он садится у тебя так в кресле. Делаешь, получить сведения, тебе открывается доступ, соответственно, уже на второй этаж. И на третий этаж открывается автоматически. Ну вот туда-то мы и пойдем. Туда-то мы и пойдем. То есть, как только ты построишь этот стул, да, тогда ты уже красавчик. Можешь получить полный доступ к подземелью. Как мы туда пойдем? Мы пойдем туда как новички. Все, что тебе надо, ты можешь посмотреть просто стрим по гримсоулу последний, да. Мы добываем там абсолютно все ресурсы. Какие? Вот я тебе показываю, какие мы ресурсы добываем, да. Вот это все мы добываем прямо на стриме. Это элементарно. И вот это тоже, да. Это, соответственно, это доски. А доски это оружие. Доски это переплавка металла. Короче, мы туда ходим по типу, как мы ходим с тобой вообще везде. Мы делаем только кожаные гамбизончики и бомж-сет. Все, готово. Вот это и есть шбот, чтобы проходить подземелье первый этаж. Три сета достаточно. Можно вообще все бомбить вот в таком сете, да, весь первый этаж. Но единственное, там есть рыцари все-таки, да. Если ты будешь вот в таком сете бомбить, соответственно, ты очень много хила потратишь. Я тебе более-менее оптимальную тему покажу. Я не высчитываю броню там, знаешь, типа вот шапка, так, так, математически высчитываю. Можешь заняться таким? То есть иногда там выгоднее, допустим, делать не медную кольчугу, чтобы повысить броню, да. А, допустим, шапель там и рукавицы. Ну, к примеру, да. То есть если это все посчитать. Я делаю вот так вот просто. Ну, чтобы прям совсем красиво, да. Бери не медную кольчугу. Можешь вообще хоть медный сет весь. Бери вот так медную кольчугу и, допустим, вот этот шапель. Это мы делаем исключительно для рыцарей. Вот этот вот гребаный гамбинзончик. Почему он здесь один? А мы с тобой больше ничего не делаем. Мы с тобой таскаем просто вот так вот ресурсы, да. Вот так таскаем с собой ресурсы. И прям на ходу будем перекрафчивать. Прям во время битвы, да. Чтобы не занимать лишние ячейки. С этим разобрались. Какое брать оружие? Обязательно возьми с собой лук. Так. И какое оружие брать? Какое оружие? Все тот же одноручный меч, шипастая палец, амаргештерн, пернач. То, что ты сможешь вообще туда скрафтить. Исходя из чего это, значит, все безобразие набирать, бро. Исходя из того, какие тебе выпали книги. Смотри, у меня сейчас сборка идет чисто фарм, да, ресурсов. Убираем вот это все безобразие. У меня две сборки. Боевая, да, грубо говоря. И когда я ресурсы собираю. Вот это все убираем, естественно, да. Нам это все не надо. Мы готовимся к подземелью. Каким вэпоном фармить? Смотри сам, какие у тебя повыпадали книжки. Книжки новичку падают. На локации 1, 2, 3 черепа. Все. Других тебе ничего не надо вообще локацией фармить. Конечно, в подземелье тоже будут падать. Но смысл в том, что 1, 2 черепа фигач и фигач. И третьего левела в основном вот эти оружки все падают. В трех черепковой локации. С рыцарей падают книжки. Короче, много где они падают. Для меня, конечно, оптимально брать маргерштерн, пернач. Да, но ты смотри, что у тебя повыпадало. И исходя из этого уже бери. Одноручный меч очень хорош. Почему? Потому что любой новичок его может изишно фармить. Вот эти ресурсы ты все добываешь столько, сколько тебе надо. Поэтому мы с одноручкой сейчас с тобой, наверное, и пойдем. Мой аналог одноручки это шипастая палец. Я уже показывал неоднократно. У одноручного меча у него атаки 30. У моей палец со скиллом палец тоже ровно 30. Поэтому давай, наверное, я сейчас палец сделаю. Но надеюсь, мне не будут такие комментарии сыпать. Конечно, молодец, а где ты палец для новичка возьмешь? Друзья, вы в этот же момент бегаете с одноручным мечом, а не с палицей. Я сейчас, если одноручный меч возьму, у меня здесь скиллы, он будет не такой, как у новичка. Он будет 34 дамага, а это уже совсем другой раскладик. Соответственно, берем шипастую палец. По хиллу бери то, что, опять же, у тебя падает по книжкам. Если жареный лук, значит, бери жареный лук. Но в целом могу выделить только жареный лук, вяленое мясо, ягодный напиток, бинты и бочонки. Вот это основные хиллы. Их будет у тебя гораздо больше, чем всех остальных. Соответственно, если у тебя вот этих скиллов нету, да, либо у тебя не построен еще вот этот алтарь, Ну, тогда забей, тогда забей на все эти скиллы. Что мне дают сейчас скиллы? Экономия хила, да, экономия хила хорошая. Это скорость бега. Это по карте бег. Воскрешение это если я помру. Блин, давай я уберу, короче, да. Оборона в толпе, соответственно, когда больше одного врага, я буду защищаться хорошо. Давай уберем тоже его. Так, нормально? А вот это просто я хиляться буду больше. То есть ты потратишь больше стаков хила. Вот и все. Отличие между твоим прохождением и моим. Часто просто меня просят, покажи новичка, покажи новичка. Вот сейчас мы идем как новички. Сколько туда надо оружия вообще по факту? Блин, оружия туда надо дофигища. Дофигища дадо тебе оружия, если ты вот без скиллов, да, там. Лучше делай заранее. Я сейчас сделал гораздо больше, чем на одно прохождение. Специально, не случайно. Там есть ящики, там спокойно все складируй, и будет тебе счастье. То есть никто тебе вообще ничего не скажет. Вот он тот самый привратник. В прошлом ролике мы его бомбили обычной дубиной. Вот такой дубиной. Это идиотизм, этого делать не надо. Бери опять же одноручные мечи и убивай привратника спокойно. Но убивали одноручной дубиной, чтобы было понятно, что это можно сделать. Босс на месте. Раз в сутки он перезагружается. Ключик у него стопроцентный падает. Вывел ключ, собрал шмот. После того, как ты пофармишь вот здесь локации, вот здесь локации. У тебя все эти ресурсы, все будет то же самое, что и у меня. Еще даже и покруче соберешься. Идем в подземку. Если ты идешь не героический режим, а ты не можешь идти героически, ты же новичок, спокойно ты будешь... Вот видишь, да? Я из парня сделал дополнительный, значит, такая... Ну, ты понял, склад. Вот здесь все можешь оставлять. Здесь все будет лежать, ждать тебя. И это вообще бомбически. Это очень круто. Тебе не надо носить туда... Вот, хорошо, я... А я еще думаю, блин, должна быть, должна быть вот эта штука. Смотрим, сколько у нас получается хила. Хила получается 4 стака. Хила берешь ты дофига. Почему? Ну, потому что шмотовно, бро. Шмот будет получше, да? Вот у нас получается, да? 6 стаков хила. Шмот получше, оружие получше. Меньше будешь тратить хила. Правило простое, как бы. Ну и все, готово, поехали. Палец только не надо, конечно, это дикость. Давай вот так берем. Давай сделаем еще лучше. Вот так сделаем. Готово. Ключик один взяли. А, лук, лук, лук. Конечно, я лук не взял. Если ты лук не взял, тогда в ближнем бою придется убивать мужчин, которые тут травят. А они, короче, фигово. Они будут у тебя хила много забирать. Нет у меня лука, я возьму арбалет. Он посильнее, чем лук, но как бы в твоем случае ты просто будешь делать несколько залпов из гребаного лука. Вот он, нормальный уровень режим. Героический, тебя не интересует. Для начала надо научиться вообще в нормале фигачить, а потом уже в героики какие-то лезть. Но это ежику понятно. Здесь вообще ничего опасного, бро. Здесь главное старайся. Здесь полный рандом, соответственно, да, идет. Можно, да? Со спины, понял. То есть ты одна ручкой сделаешь то же самое. Это если со спины. Вообще это те самые пацаны, которые... Ну вот, блиночки, началось. Блин, мне еще сейчас волк будет помогать, да? Вот негодяй. Давай я его посажу. Давай я его посажу. Самое главное. Чем круче будет у тебя шмот, тем меньше ты потратишь килла. Чем круче будет вэпом, тем меньше потратишь килла и брони. Это правило один раз и навсегда. Вот эта комната уже тупик. Но тебе нужны ящики, бро. Тебе нужны ящики все абсолютно. Надо прям по красоте, потому что в них много чего ценного. В них капканы на будущую аису, да? Вот он, тот самый парень. Соответственно, достаешь лук, бомбишь так, чтобы его ваншотнуть, да? Как? Чтобы его ваншотнуть? Ну, блин, пару раз получишь, ничего страшного. С него могут дать отравленный кинжал. Ну и, соответственно, старайся, да, чтобы фигачиться раз на раз. Оно, может, не сильно выгодно, там тебе будет поначалу получаться. Вот видел, да? Я вот этого бомжа бью два раза. Остается миллиметр гребаный. Вот эти ловушки все, они, короче, не страшные. Если ты упадешь здесь, не парься, ты можешь вернуться и забрать свой лут. Единственное, не забывай, да? Второй раз подряд упадешь, и будет фигово. И будет фигово. Первый труп исчезнет. Останется вторая смерть. Вот этот момент не забывай. Здесь приходят иногда боты-игроки. Они всегда жесткие. Они всегда дегодяи жесткие, поэтому как бы будь к ним готов. Можно в ближнем бою чумное бить? Можно. Но он накидывает вот это овнища. Вот этот дичайший яд, блин. Поэтому лучше, конечно, стреляй его на расстоянии. Вот, да, о чем я говорю. Что я фигово убиваю солдата. Ты будешь так же убивать. 30 урона. Эта шипастая палец чуть-чуть лучше твоего одноручного меча. Чуть-чуть лучше. Почему? Потому что скорость атаки у меня чуть лучше. Но суть все та же. Ты идешь точно такое же прохождение делаешь, как я сейчас тебе показываю. Не смотри, что у меня 99-й левел, да? У меня при этом ничуть не круче что-то там все остальное. Что у меня арбалет. Ты его заменяй луком и все. И шмаляй сколько влезет. Здесь есть главная комната. Она как бы... Можно ее случайно найти круто, да? Но вообще, когда будет допрос у тебя, когда ты соберешь пыточный стул, ты сможешь допрашивать пацана. И у тебя будет такая стрелка прям показывать, куда тебе бежать, типа того. И это, конечно, будет классно. Тогда ты начнешь прям бомбить очень выгодно. Все это безобразие. Вот эти бомжи через двери не проходят. Видишь, что? Грубо говоря, в целом, ты за полчаса будешь проходить подземелье это. За полчаса. Это очень хорошо. Вот он, вот он. Первый нормальный враг. Бро, вот на него одевай уже вот эту штуку. Соответственно, если у тебя есть какое-нибудь оружие посерьезнее, тащи его сюда, да? Ну там, допустим, бастард. Обычный бастард, незаточный. Обмениваемся раз на раз. Так же, как мы с тобой фармим металл, древесину, да? Когда мы фигачим с тобой три черепа. Все, изи. Можно и без этого шикарного оружия. Соответственно, обычной вот этой палицей. Сейчас покажу. Против мощных рыцарей мы именно так и будем с тобой драться. Когда ты, значит, убиваешь рыцаря, не забывай вот этот сет переодевать, да? То есть это очень крутая тема, специально сделана для рыцарей. Если не будешь забывать про радар, будет вообще отлично вот про этот. Потому что на тебя может прийти бот-игрок, да? Это единственный парень, который действительно опасен, который может прям вот высечь тебя. Если вот так будешь открывать, смотри, вот так открываем, и вот так открываем. Вот так все, что там будут пацаны, они на тебя не заагрятся. Открыл и сразу сел. Это реально рабочая тема. Когда видишь какие-то капканы, не капканы, какую-то ерунду, да, вот в таких комнатах, где ты собираешься биться, ну, соответственно, распечатывай их сразу. Ну, то есть бери и прям специально получай дэмэдж. Блинский блин, блинский блин. Да, вот тут фигово. Ну, у тебя есть лук, да? Лук или арбалет, без разницы. Поэтому мы просто берем и высекаем и этого пацана, и этого по такому типу. Не допускай, чтобы чумное отродье тебя било. Ты сам все видел. Бешено, бешено будешь просаживаться по хп. Оно чуть-чуть по времени дольше, конечно, у тебя будет уходить, да? Все подземелье сводится к тому, чтобы как можно эффективнее таскать, вот когда у них сборище, да? Вот сейчас сборище по радару видно. Если ты нормально по одному пацану будешь вытаскивать, все будет классно. Чем больше стелса, да, тем дольше ты будешь проходить. Оно как бы будет выгодно, но ты будешь проходить по времени дольше. Если бы я сейчас не присел, да, я бы цепанул бы, блин, 4-5. Ну, ты понял, да? То есть мы садимся, и тот, кто смотрит лицом на нас, он чик, ртом вперед бежит. Ну и все, и спокойно, да? Убавляем плотность населения бомжей. Здесь. Что здесь нам сделать? Можем вот тот. Вот сейчас. Вон, чик. Единственное, надо уползать в темпе вальса. Чуть-чуть не успел. Вот сейчас мы с тобой и подеремся обычной палицей. Можно. Да как нифиг делать? Зажал кнопку хила и вперед из песни. Проверил. Все, готово. Можно, да, как бы? Деремся. Хорошо, хорошо. Учитывая, что хила наели много, бежим ртом вперед. Я переел чуть-чуть хила. Ну все. Не забывай вот эти сеты переодевать, бро. Эти сеты это исключительная вещь для рыцаря. Ну, если говорить о том, что ты новичок, и у тебя нифига нету каких-то больших залеж. Подошли к интересному мужчине. То же самое, что и с тем мужчиной, которым только что сражались. Хиляемся до безмеры и стоим деремся. Это даже проще, если честно. Почему? Смотри. Примерно 3-4 хила одновременно должно работать. Когда видишь, что хп просаживается, значит хил перестал работать. Подбавляешь чуть-чуть, да? Нормально? Вообще нормально, да? Свалились у меня штанишки, трусишки и всякая ерунда. Поэтому так получилось не очень. Ну и все. Для этого мы с тобой и брали все эти ресурсы. Теперь просто перекрафчиваем. То есть не надо крафтить сразу бомж-сет. Это не серьезно, да? Ты бери с собой ресурсы, и тут по факту будешь их делать. Трава падает, веревка падает, ткань падает. Здесь все падает, в принципе. Чик, все, переоделись. То есть вот эти вот 3 ресурса бери по десятке. Ну, плюс-минус, да? И погнали дальше. Всего лишь первая кожаная броня у нас ушла. Сколько мы с тобой уже зачистили? Вообще, да? Дикость. Дофигища. Вот уже и прикинь по раскладам. Самое главное, смотри, капканчики, да? Вот в таких больших комнатах очень часто капканов засовывают много. Тикс. Мощный мужчина. Очень мощный мужчина. Готовимся к нему. Мощный, но самое главное, не парься. 3 хил ап. Смотри, 20 штук. Раз, два, три. Нажал я 3 раза хил. Ждем и смотрим за полоской хп. Как только просаживаемся. Раз, два, три. Значит, у нас закончилось действие прошлого. 4. Под конец старайся сильно не выжирать, да? Потому что бой заканчивается и до свидания. Вот вообще идеально получилось. Идеально просто. Убили его спокойно, без... В общем, не кипишуй. У нас с тобой быстрое оружие, мы нормально им бьем. Если у тебя есть какой-нибудь бастард, я тебе не рекомендую, опять же, на этих пацанов его тратить. Бастард трать лучше на ржавых. Вот с этими вот рыцарями лучше вот так в ближнем бою. Если у тебя есть какая-нибудь алибарда там, ну это уже совсем другие расклады. Серьезные вэпаны. Ну вот, то есть, смотри, я тебе покажу, да? Ваншот, да? Ну че попало? Ну можно вот так вот, можно. Но мы с тобой уже, блин, фигачимся по красоте. Зачем? Стой в ближнем бою и дерись с ним, и не парься. Так будет даже легче. Два, три. Все, три хила съели, отлично. Тебе, возможно, придется четыре, да? Юзать хила. Ну, одновременно как бы. Почему? Потому что у меня все-таки есть скилл на мясо. Блин, скилл, блин. Давай, до свидания. Но, 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 если ты возьмешь на рыцарей посерьезнее оружие, а не одноручный меч, да? Ой-ой-ой, вот этот серьезный расклад, следи за уровнем жизни, когда такая толпа. Толпа это всегда толпа. Ну, спокойно я, да, их вывез, потому что я сразу съел очень много мяса. Они прям вообще вот, а если броня у тебя обсыпется, к примеру, то можешь прям остаться здесь. Гиди. О, вот он верный путь. Шикарно, да? Очень необычная, кстати, подземка. Так, мощный мужчина. Вот уже дошли, да? Я сейчас даже медь не буду тратить, бро. Вот, смотри, капкан, да? Я тебе про капканы как раз и говорил. Вот этот капкан лучше специально на него встать, потому что мы сейчас будем зачищать главную комнату и будем очень часто мимо него пробегать. Так, все хорошо? Вообще все отлично. Рыцарь! Ты заметил, да? Рыцарь вернулся назад в будку. Че это? А они защищают и исключительно ящик, и им все пофигу. Их не так много здесь, реально. Так, деремся. Раз, два, три. И понеслась. Так, еще съедим одно. Еще два съели. Следим за хп. Еще можно один съесть. Нормально. Нормально вывезли. Мощный удар, да? Когда ты так дерешься. Заметил, насколько он эффективен? Также эффективен тот самый скилл, который я тебе сразу сказал. Броня. Ответка. Но самый нормальный вариант ее юзать, да? Когда враг очень быстро бьет. Вот, воздаяние. 49 наносимыми урона в тени трех секунд. То есть он бьет, да? И ему полтинник почти то, что он мне нанес. Отлетает ему назад в лоб. Ведьму здесь лучше не агрить, да? Аккуратно по краю бегай и не заагришь. Заагришь, беги к началу подземелья. Лагаут из игры как? Помогает, не помогает? Блин, я тебе просто не буду рекомендовать его делать и все. Я не делаю никакие лагауты из игры. Я спокойно дерусь и все, и не парюсь. Сейчас, смотри. Видел, да, у меня брони? Привет. То есть следим внимательно. Как только слетает броня, убегаем. Оп. И продолжаем. Только уже в коже. Ну да, кожа это больно. Кожа это больно, поэтому следи за уровнем жизни. Так. Вариантов не остается. Бастардик. У нас нет другого оружия. Ну вот почти, да, мы с тобой закончили. Хватило нам всего? Хватило. Если бы другая дверь была, уже бы не хватило. Было у меня 4, грубо говоря, одноручных меча по 30 урона. Ну, соответственно, да. И половина бастарда была. Мы им почти не пользовались. Я просто тебе показал. Я хотел тебе показать тем самым, что если у тебя есть нормальное оружие, да, тогда бери его на рыцарей. И будет еще эффективней, еще экономней. Ну и по скорости и меньше будешь тратить, да, то есть вообще как бы, как надо. Ну вот при таком раскладе уже можно ведьму заагрить, но у меня привычка нормально ее по стелсу фигачить, поэтому мы ее фигачим по стелсу. Вообще, по идее, ее лещами можно вот здесь бомбить. Держи. Готово, бро. Прошли, прошли. Все, что тебе надо, чтобы собрать вот этот пыточный стул. Фигач первый этаж. Фигач его по откату, как ты его можешь. Не такие уж бешеные затраты у нас были. У нас были затраты с тобой в хиле, да. Хила мы потратили много. Опачки. Ну ты понял. А вот это будут тебе для вольера собак. Рецепты тоже, не помню, как там выбиваются. Вот эти механизмы потребуются тебе на убийство Азенборга, да, и на Аису, соответственно. Вот эти меечки я тебе рекомендую лучка Пи на второй этаж минимум. А если брать серьезно прям, тогда, конечно, Азенборг, да, то есть они потребуются и в больших количествах. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, бро, присоединяйся. Мы не пойдем дальше по этажам, потому что новички дальше по этажам не могут ходить. Когда ты выбьешь рецепт пыточного стула, построишь этот стул, очень много раз надо вот сюда ходить, ну и, конечно, донат тебе в помощь, если есть возможность, тогда тебе откроется уже второй этаж вместе с третьим. Как-то так. Сколько времени перетаскивать весь лут и всякую ерунду? Вот время, 7 часов 34 минуты. Когда это время заканчивается, да, все здесь блокируется и исчезает. Поэтому как бы за это время тебе все надо перетаскивать. Ну и Лукса, братюнь, пока-пока и удачи тебе.